давай пока мы тут посидим потому что пошел снег может он сейчас пройдет а мы с тобой как раз тут под крышей пока поговорим не про токинцев а про терцев да вот я хотела просто на примере нашего маленького хозяйства сказать что несмотря на то что могут его вдвоем тянем да и мы все вкладываем лошадей я не могу понять ситуации когда есть большое хозяйство да и когда лошади просто брошена когда у финансов финансы позволяют содержать лошадей от их не содержит не продаешь не продаешь ничего не делаешь не селекционируешь до главным образом я вот смотрю на этих же ребят и не могу понять они там как бы сами с усам рождались или как бы когда первый раз увидела эти кадры ну у меня слов не было потому что до такого довести лошадей ну не хватает вообще эмоции до чтобы передать просто я к тому что хотелось бы все-таки чтобы вот это поголовье которое застряло застряла именно в спк ставропольскую вот как моя идея была передана действительно либо там нанят был значкон и селекционер который будет дальше заниматься этими лошадьми а кто должен это регулировать государство может только здесь сейчас как-то срегулировать потому что мы все понимаем что это частная собственность да то есть ну вот это все предприятие да там большой это частная собственность просто ну непонятно как каким принципом вообще довели такое хозяйство до такого состояния почему вообще так варварски отнеслись к хорошим животным да пошло что это очень добрые животные да это все-таки наши я считаю терзкие лошади это наше национальное достояние да вот то есть неужели человеку настолько было безразлично главному да там кто там главный на настолько безразличное вообще состояние да и в принципе в рождении лошадей их старые лошади которые до такого состояния доведены это вообще не оправдание да то что они там говорят что животные старые истощенные они типа сами даже ну смотри у нас как когда случился полный отказ государства регулировать конные заводы в 90-е годы у нас не осталось государственных конных заводов они все пересли перешли в частные руки и сейчас что мы ждем прецедента когда государство снова возьмет это под свой контроль и финанс сейчас может быть под каким-то предлогом и по каким-то давлением государство может как вы знаете у нас же там создали на базе кремлёвской школы верховой езды вот этот комплекс да то есть как бы вот пожалуйста хорошие отношения там лошадей это два десятка но этих же терцев можно использовать и в этих же шоу да то есть как бы вопрос для чего вообще эти лошади нужны то есть я так поняла что там ситуация в том что заброшенное поголовье хозяину это не надо то есть он пользуется только землей а вот но извините там вполне бы хватило в год я не знаю скажем так 100 100 миллионов рублей чтобы поднять это хозяйство и все поголовье с нуля ну там сколько говорят 200 до голов там есть чуть-чуть уже 174 да да там но все равно это же не вот как у нас у нас там 30 до а вот скажи мне пожалуйста ты частное хозяйство вот это твои лошади и допустим заходит какой-то человек сердобольный тут же у тебя можно пройти у нас такого прецедента не было чтобы нам там да 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 скажу вопрос стоит у тебя вот мы сейчас заходили к годовичку который такой худенький и он такой тут мучают не кормят лошадей что 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 кто на тебя может возыметь воздействие я к чему меня есть две больные лошади они истощены потому что я неплохо двигаются ну на мой взгляд они истощены как бы они не очень там плотный да тоже может кто-то там написать в интернете или прийти да просто написать я про другое кто-то может на тебя надавить и повлиять на то что чтобы ты не знаю покормила эту ложь чисто теоретически любой человек да там любая инспекция может прийти да там и взять под контроль и надавить серьезно это это регулируется за это может регулироваться вот россельхознадзором это первое ну на мой взгляд потом ну вид станция у нас всегда вид станции приезжают делать вакцинации нас контролируют то есть как бы во первых ну у меня в голове не может уложиться чтобы я там ну довела до такого сына дожди я же не про то что давай слышали я про то что тебя например я считаю что вот в районе вид станции это первое да он который может хотя мы все прекрасно понимаем что если ветеринария как бы практикующие да когда ты непосредственно вид врач который лечишь и нежно обращаешься туда это вот одно дело второе ну вот россельхознадзор которым кстати подчиняется вот эти все вид управления они могут они уже чуть выше находится на региональном они могут или они это делают скажи вот они должны это делать они должны они могут это делать вот смотри вчера появилась информация что не пускают ветеринарных врачей сторонних на территорию конзавода там было сказано что врачи федерации конного спорта но я не совсем понимаю как бы почему федерации этим должен есть во первых врачи частной практике как тоже не пускают каких я так понимаю прикрываются тем что это частная собственность а я про это вот вопросы и виду вот ты владелец лошадей я например за подогуляю чего меня не было у хозяйства да и и я была где-то бы как вот мы предполагаем этот владелец может начать там не в россии да вот если бы мне предложили такую помощь я бы открыла ворота и сказала конечно ему это не надо ему это невыгодно потому что будет понятно что с лошадями что-то не то развивали на воду мальси вот если так даже примерно предположить что в месяц на кобылу по себестоимости на лошадь да там должно минималка да там себестоимости группе 15 тысяч рублей в месяц это вот за эти деньги можно сыто покормить лошадь наверно же понимаешь и дело не в деньгах ему это просто не надо но тут понимаете если все-таки дожмут и до следственного комитета ну в том плане еще да если они ну следственный комитет его может я просто дать я просто вязать ухаживать за этими лошадьми так кто-нибудь я думаю что спроще будет изъять этих лошадей и кому перед ну тут уже вопрос том что будет ли энтузиаст который готов взять а помните с дончаками была трагедия но это давно но ведь история повторяется и нашлись люди да вот ну допустим смотрите мы вместе стратим на наш поголовье в районе 600 тысяч наверное есть люди которые там готовы взять там 200 голов ну может быть они там каких-то уже лет бракуют каких-то все-таки продадут кстати была похожа ситуация дагестанским конным заводом и все решилось на региональном уровне как ну получается они создали юрлицо этих лошадей сейчас всех ввели в состав вот этого я не знаю как то сейчас называется в принципе по моему также с дагестанская газика но только уже с другим юридическим формированием туда поставили руководящий состав вот эти лошади кстати они все не продаются то есть это как государственная собственность а на чем зарабатывает живет хозяйство так понимаю за счет господдержки и принципе она до этого получала господдержку серьезно не именно государственная не региональная какой-то федеральная нас на каком уровне я точно не знаю нет не окунаюсь вот такие личные нас прецедент существует и мне кажется что во первых просто это можно обязательно региональном уровне какой у нас там ставропольский край а ставропольский край у нас один из самых как бы известных сельскохозяйственных предприятий мне кажется что здесь единственный вот исход это вот обязать вот этого товарища это предприятие обязать полностью вести весь цикл коневодства и отчитываться и отчитываться конечно а почему когда дают гранты допустим или там какие-то субсидии люди же должны отчитываться предприятия отчитываются то есть как бы ну если ты даже но продает ему нормально ну тут все выход ну на мой взгляд просто я два таких прецедента видео тогда когда сдавали дончаков куда там на мясо и когда вот ну не нужен был зимовников скому заводу да вот этот состав нашли же люди да я вот очень мне нравится терция ну там сам по себе вот моих глазах для споруд боксик может быть знаете такой же вот тоже ставропольского же разведения мне кажется что даже можно было бы на той же территории единственное что конечно сна и и нужно почистить полностью вот от экспериментов и трупов это просто нам такая должна быть чистка вы понимаете что вот мы допустим не хороним лошадей здесь у нас так это запрещено утилизируется лошади сжигают в крематориях то есть как бы полностью все это все контролируется а если ты вот кстати а если ее закопать какая какая будет я штрафы не знаю но я думаю что там приличные штрафы я знаю что утилизация стоит за там каких-то регионов дорого допустим но ему это не дорого ему это вообще не дорого но мне кажется и когда очень так много финансовых возможностей то ты просто можешь заняться лошадьми на них в кайф да там подашь на вот я например занимаюсь потому что мне нравится и я хоть он сириец что там в сирии лошадями то интересуется у нас именно в сирию нет но дубль заряжающий регион от у нас турцию покупали мне кажется что у терцев даже больше вот таких перспектив спорте до чем у двух лотикинцев мне очень терция кстати нравится вот в ленинградскую область привозили одно время на ипосферу шикарных лошадей прямо ну глаз не отвести может быть просто есть смысл вот достать вот эти примеры показать этих лошадей то есть это его хочешь замотивировать да ну на я говорю что тут скорее всего вариант родитель событий 2 первое это все-таки государство его обяжет вот как обязала дагестанский иконный завод создали то вот это юрлицо сохранили там по голове кормят его убирают даже возят на выставке кстати да возили но при этом не продают зачем их выставляете но они передали донбассу там несколько голов голов по моему 10 или 20 то есть как бы в плане они как бы продавать то могут как на этих знаете на торгах мне кажется что это все реализуем и просто пока у них и по голове так такого нету они там просто начали создавать а сердцами второй вариант развития событий все-таки лошади занимаются они находятся на ответственном хранении за ними ухаживают ну понятно что это только из-за бюджета можно да там выделить деньги ну это все равно не такие большие деньги да там на содержание лошадей чем ну чем так опозориться понимаете потому что то что по интернету еще они так они так еще смело заявляют что это фейк вообще ну ну как бы это не то что это до слез обидно вот такое слушать вот мы все прекрасно это там где-то в апреле помелькала такая история это не фейк а ухаживать за лошадьми знаете ну не так уж и сложно